Рождество является одним из самых красивых и торжественных христианских праздников. В Беларуси Рождество всегда отмечалось с особым благоговением. В этот день повсюду стоят украшенные елки, символизируя евангельское древо. Горят свечи, подобно тем, которые горели в Вифлеемском хлеву. Для православных христиан этот праздник один из любимых, ведь в этот день, ровно 2014 лет назад, родился Сын Божий, Иисус Христос, чтобы спасти наши души от вечных мук. Это праздник, когда батюшки, когда мы идем в церковь. А для чего вы ходите в церковь? Кто-то родился, наверное, в этот день? Иисус Христос родился в этот день, и первая звезда появилась в Толебе. Рождество для меня очень большой светлый праздник, и в честь этого я приготовила стих. Можешь рассказать нам его? А в Палестине нет льда и снега, и в Вифлееме елки не растут, но будет ждать Рождество родившегося церковь, и пальмами стояли будут тут. Везде и всюду, в Африке, в Китае, в Америке ждут люди эту весть. Пусть радостно от ангелов знают, Христос младенец снова родился днесь. Рождество – праздник духовный. Только истинно верующие люди способны насладиться сегодня духовной благодатью и радостью этого торжества. Многие смиренно постились и ходили в храм, избегали веселья и шумных компаний, и с Божьим благословением выстояли сегодня службу в храме, встретив светлый праздник. А воспитанники воскресной школы Свято-Николаевского храма подарили родным, близкими, епископу Брестскому и Кобринскому Иоанну рождественский концерт. За окном января это значит, сердце ждет и сказок, и чудес. Пусть снежок от стужи землю спрячет, пусть как в сказке разоденет лес. В старые времена, когда часы били полночь, все обменивались подарками. Поздравляли друг друга, загадывали желания, ведь считалось, что на Рождество небо раскрывается земле, и силы небесные исполняют все задуманное. Эта традиция сохранилась и поныне. Сегодня подарки от епископа Иоанна получили воспитанники воскресной школы Свято-Николаевского храма. Поздравил владыка и всех православных христиан Берестейского края. В этот радостный день Рождества Христова я хотел бы поздравить всех, всех людей, христиан с великим радостным праздником. Пожелать, чтобы Богомладенец Христос родился бы в сердце каждого человека. 12 последующих дней после Рождества называются святыми днями или святками. «Святки – это не только радость и веселье. Наши благочестивые предки в эти дни творили дела милосердия, следуя заповеди Спасителя. Будьте милосердны, как и Отец ваш милосерд». Эти слова следует применять не только в дни празднования Рождества, а взять за правила и делать добрые дела, невзирая ни на день недели, ни на пору года, ни даже на внешние обстоятельства. И тогда светлых дней в нашей жизни станет гораздо больше.